Жми лайк, если хочешь летсплей по этой игрушке, и как только мы набираем 2000, обязательно сделаем формат. Здарова, ребят, с вами Илья, и это новое видео на канале Игродень, и это игрушка именно с тематикой Сталкера. Совсем недавно я делал, на самом деле, видос про игруху, очень сильную, похожую на Сталкер, и называется она Побег из Чернобыля. Игра клёвая, но было разочарование, что вышла она в тот момент только на iOS-устройство. Android, как всегда, был в тени, и мы думали, когда же всё-таки игрушка появится. Ну, так вот, собственно, сегодня новость у меня просто замечательная, потрясающая, ведь игрушка наконец-то добралась и до зелёного робота. Она уже есть в Google Play, её сейчас можно спокойно купить и играть в своё удовольствие. Побег из Чернобыля это такая необычная мобильная игра, в принципе, вполне себе такого взрослого уровня. Чтобы пройти её, тебе придётся реально потратить время и тщательно проработать свою стратегию. Это продолжение такой игрушки, как Radiation City, и игра стала ещё круче, и она продолжает всю эту историю. Мы следуем открытый игровой мир, области, узкие коридоры, здания и электростанции. Ищем оружие и снаряжение, без которых нам просто есть не справиться, и таким образом выживаем. Мы сражаемся с наводнившими область безумными зомби и результатами чудовищных экспериментов, с помощью такого улучшенного управления и большого арсенала вооружения. Здесь у нас будет оружие ближнего и дальнего боя, и мы используем то, что нам больше подходит. Побеждаем врагов с новой боевой системы, учитываем все законы физики и такие реалистичные движения. Игрушка реально получилась такой бодрой и реалистичной, и за это разработчикам респект. Мы испекаем разные опасности, скрываемся, и всё, в таком духе, короче, проходим, это и играем с удовольствием. Круто, что игрушка наконец-то вышла ещё и на андроид девайс, и мы все её так ждали, и ссылочку, ребят, я уже сейчас оставил в описании, и поэтому можете попробовать. Ну а так, как всегда, по классике, жмём лукасы в поддержку канала, и тогда всё будет круто. Короче, ладно, пойду дальше искать что-нибудь полезное для вас, так что скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok